Геннадий, расскажите, что сейчас в Мариуполе, в районе Завстали, вы сейчас находитесь, что там происходит? Начнем со следующего. Бодрые репортажи наших корреспондентов несколько не соответствуют действительности. Нет, не все так плохо, мы продвигаемся, но продвигаемся гораздо медленнее, чем репортует все мы бегаем и остальные. Не убирайте это, пожалуйста. Я не знаю, на сколько процентов контролируется город, явно не на 80. Мы работаем со стороны побережья, по бульвару Миоэтида, подошли к жилому кварталу, который непосредственно перед Завсталью. Бои очень тяжелые и трудные. Почему? Потому что мы, группа разведки, используемся в качестве выявителя огневых пучек. То есть мы заходим, выявляем, откуда работают украинцы, быстренько отходим, их обрабатывает артиллерия, авиация, снова заходим. Потери, конечно, немаленькие. И так вот прогрызаем метр за метром, дом за домом, улицу за улицей, и еще двигаться нам, и двигаться, и двигаться. Что касается обеспечения, все тоже не очень хорошо. Чем занималось наше военное ведомство в 8 лет, бойцы спрашивают, неведомо. Потому что спецназ ДНР, о котором говорит тот же Сема Пегов, который контролирует город, это мы. Те, которые воевали в 14-м, 15-м, те, которые оставались на службе. Россиян я рядом вообще не видел, они работают на другом направлении. Работают рядом чеченцы, нам помогают. Все. Спецназ ДНР, это мы. Той армии, которая была на картинках, онкий период был, с 16-го года и до 22-го, когда запрещали снимать на боевых. Почему запрещали снимать? А не дай бог, боец о чем-то проболтается. Он должен быть по форме, у него лакированные ботинки в окопе, с подворотничком, весь упакованный, экипированный. У нас экипируется, есть базовый набор одежды, дальше экипировка, броники, разгрузки, все прочее. Мы не знаем где это, каждый экипируется как сможет, за свой счет. Как оснащены азовцы? Что? Как оснащены азовцы? По полной программе. У них тепловизоры, у них американские снайперские винтовки, у них есть все. Они нас видят гораздо лучше. И дальше, чем у них безупречная радиосвязь и система глушения. Туда мы заходим в тот же дом, несколько раз нас отсекали, обрабатывали снайперы и пулеметчики. Мы, если удается вклиниться в их радиопереговоры, мы понимаем, что они нас хорошо видят и контролируют ситуацию. Более того, системы глушения такие, что они могут нас заглушить, и мы ничего этому не можем противопоставить. Первая мировая война, Вестовой побежал под пулями. Вот так вот. Все не так радужно, но все не так плохо. Мы, конечно, победим, но это будет не так быстро и не так бравурно. Бойцы, когда смотрят репортажи федеральных каналов, местных СМИ, они просто смеются. Говорят, ребята, вот им не стыдно, вот они приезжают. Зачем они все делают? Это не постановка, но это такая перетасовка кадров. Ребята, если мы занимаемся теми же политтехнологическими приемами, которыми занимаются украинские СМИ, зачем мы от них отличаемся? Давайте говорить правду, да. На войне побеждает тот, кто говорит правду. Все не так хорошо, но все не так плохо. Ну, рано или поздно мы все равно победим. Ну, рано или поздно мы все равно победим. Я так понимаю, что они сейчас закрепились в высотках вокруг Азовстали и на самой, конечно, не стали. Более того, вот мы поработали по высотке, погасили снайпер, он сменил позицию, он в другом месте. Мы снова работаем по высотке, а они сменили позицию, они в другом месте. То есть это надо прогрызать каждый дом, каждый дом занимать для того, чтобы ликвидировать эту опасность. А дальше, там залучистые станции, там доты, дзоты, Азовстали укреплены так, что я не знаю, какие силы нужны для того, чтобы их штурмовать. Там, не знаю, бойцы говорят, там тысячи кинжалов надо для того, чтобы что-то сделать с этой Азовсталью. Если просто так идти, вот как мы идем, это будут...